Здравствуйте! Информационные итоги дня на канале Афонтова. И вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Расселили и оставили на улице. Я хочу жить просто как все нормальные люди живут. Почему семья, имея новую квартиру, не может в ней жить? Что дешевле, устранить провал или построить крышу для ямы? Пешеход глазами водителя. Более 500 дорожно-транспортных происшествий у нас было совершено. Топ самых распространенных нарушений на дороге. Пожалуй, самая известная пенсионерка Красноярска, баба Лена, вернулась из очередного путешествия. Она побывала в Израиле. Напомню, 90-летняя Елена Михайловна Ерхова в первую поездку отправилась в 83 года. С заедлой туристкой сегодня встретилась моя коллега Юлия Камлякова. Она сейчас в гостях у бабы Лены и на прямой связи со студией. Итак, Юлия, какими впечатлениями уже успела поделиться с тобой Елена Михайловна? Юлия, здравствуйте. Мы сейчас находимся в гостях у Елены Михайловны. Она больше известна как баба Лена, путешественница из Красноярска. Она совсем недавно вернулась из своего очередного путешествия. Это Израиль. И вот сейчас о своих последних впечатлениях она нам расскажет. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Елена Михайловна, расскажите, как вам Израиль? Понравилась? Очень даже. А что именно? Что именно? Я была где была? Была в Иисуса Крестини. Была на Мертвом море. На Мертвом море я думала, ну, это не умеет. А говорят, ложись на спину. Легла, на воде лежу. И не тону. Оказывается, вода очень соревная. Прямо на берегу сорит. Вот, оказывается, поэтому не тонешь. Ну, там и мелко было, но все равно хорошо. Ну, я знаю, что вы экстремальные какие-то там пробовали штуки. На верблюде даже катались? Да, да, да. Ну, и вот потом на верблюде каталась. Потом дальше, где Иисуса похоронили, там было это чудо. Это кругом, это передать нельзя. Ну, я вперед сказала, ой, мало дней. Ну, мало дней, а если я одна поехала бы, со мной же режиссер был, и израильский фотографировал все время с нами. Ну, и вот, одна я столько много за месяц не видела бы как. Ну, правда, дорога длинная, еще на дорогу много. А вот как вы переносите все эти перелеты? Все-таки сложно, наверное, или нет? Нет, нет, нисколько сейчас не сложно. То ли я привыкла, первый раз полетела, думала, ну, как я полечу. Уже годы, села, ничего. А сейчас вообще лучше, чем дома. Ах, правда, правда. Ну, расскажите, какая странность всех и всех больших путешествий, а вы были уже много где, вам больше всего понравилось? Почему? Понравилась мне Израиль за то, что там все, это где Иисус, это я же все же Богу-то верю, где Иисус, тем более купалась, где Он его крестили. Видели? Нырява. Прямо с головой. Ну, и вот. А это Германия тоже очень понравилась. Там, не знаю, все дешево, очень хорошо, очень, очень понравилось. Ну, Чехия тоже неплохо, Чехия тоже, а Чехия здоровье, там вода очень хорошая, вот, все я, наверное, промыла. А то дома я вот сплю, ночью стою, невозможно, горечь в роту было. Стою, вот, полоскаю или конфетку, или сахар, когда конфет нет, а потом... Ну, то есть в путешествиях вам лучше, чем дома получается? А что делать, да, вот именно, я теперь каюсь, только поздно начала. Я думала, меня не возьмут уже, люди у меня есть знакомые, молодые ездят. А вот там-то были, там, что сидишь, я говорю, а кто меня возьмет уже сейчас? Идея ТОР-агентство. Пошла, пошла, сразу дали бумажку, идите за границей паспорт делайте, Ленина 116. И все, вы сделали, поехали. А вы расскажите, вот смотрите, все, я думаю, сейчас уже люди, которые в таком почетном возрасте, думают, откуда деньги-то берете? Как вы купите на свои путешествия? Коплю, как коплю. Ну, иногда я немножко цветами. Я вот в этом году цветов мало у меня. А то в Турцию ездила, мне нарежали, сколько китайский роз. Я тут домой приехала, как насадила, вот это у меня, под окном же базарчик, под окном. Тут фрукты продавали, все, теперь немножко дальше отошли. Я все равно эти цветочки-то поторгу. У меня оранжерей было раньше, а сейчас, а в этом году мало. А с пенсии откладываете, нет, дается? Да, а как же. А сколько? Ну, десятку я пресс прячу, еду летом цветочки на еду, продам обязательно, опять чуть-чуть, лук. Но вот вы когда путешествуете, вы вот сидите в отеле, никуда не выходите, или у вас активный отдых? Да куда там. Я вот, например, в Чехии, только процедуру до обеда пройду, а потом меня не найдешь. Я уйду пешком, не знаю сколько километров, я пойду, оттуда вернусь, меня спрашивают, где ты была? Я говорю, там-то вон была. Они говорят, на каком транспорте? Ну, то есть активно. Да. Скажите, Елена Михайловна, а дальше какие у вас планы, когда и куда полетите в следующий раз? Дальше, хотела я Мексику, ну, там говорят, перелет больно. И чтобы с Москвы, без пересадки с Москвы, прямой рейс, я бы туда. А теперь я решила, знаете, куда, не знаю, наверное, Доминикан. Или же Испанию. Вот две страны обязательно посмотрят. Только вот надо опять зимой печатать, деньги негде. Это, ну... В тот момент недалеко от парковки на площадке играли дети, но никто не пострадал. Пожарные приехали на место через 15 минут. Владельцы автомобилей подсчитывают убытки и выясняют причины происшествия, но уже сейчас понятно, что машины они вряд ли восстановят. Ну, машина начала гореть, когда за ребенком в садик пошел. 6 часов ровно. Подозрения только о неполадке автомобиля, больше никаких. Хайлендер загорелся, пламя перекинулось. Ветер был как раз в сторону Демио. Загорелось Демио, сгорело полностью. Пожарные приехали как раз минут через 15 и начали тушить. Из аварийного дома расселили, а новое жилье не дают. Жительница старого барака не может получить ключи от новой квартиры. Женщина полтора года с помощью юристов доказывает право на собственность. Пока идет судебный процесс, она вместе с сыном и невесткой живет в заброшенном доме. Подробности этой непростой истории выясняла моя коллега Виктория Столярова. Вот мебель, которая у меня не вошла даже в этот домик. Вот здесь у меня стоит диван, мягкая мебель, горка. В доме Елены Ивановны для мебели места нет. В маленькой комнатушке умещается только стол, холодильник и диван. На нем женщина ютится вместе с сыном и невесткой. Больше спать негде. На пол не ляжешь, из дыр задувает ветер, а по ночам бегают крысы. Вот, пожалуйста, тоже вот так вот. Все крысами изъедено. Тут вот такие вот щели. Мы все вещами закрываем, потому что здесь просто нереально. Вот там ветер гуляет. Такой островок Средневековья находится среди новостроек и элитных коттеджей в Октябрьском районе. Мыться приходится в небольшой бане, туалет на улице. Деревянные стены дома держатся на честном слове. Это вот вторая половина дома была, но сейчас здесь просто помойка, видите? Елена Ивановна и таким спартанским условиям рада. Еще четыре месяца назад она и вовсе осталась без крыши над головой. Дом, где она прожила практически 25 лет, в прошлом году расселили по программе аварийного жилья. Ключи от новых квартир ее соседи получили давно, а ей пришлось выживать в пустой двухэтажке. Потом, когда дом отключили от всех коммуникаций, а квартиру по соседству облюбовали бездомные, жить там стало невозможно. Наркоманы, пьянки. Жили наркоманы сверху. Меня топили неоднократно. Это даже можно сейчас здесь посмотреть. Еще, наверное, до сих пор видно, как меня топило здесь. Вот пообвалилась даже вот плитка потолочная. Взамен двухкомнатной квартиры семье Груциных дали однушку в Солнечном. Но справить новоселье так и не получилось. Свекровь, которая являлась одним из трех собственников старой квартиры, умерла. Доказывать право на наследство теперь приходится через суд. Я еще держалась. Думаю, ну переселят, ну вызовут, ну увидят. Ну нет, никто не слышит. В какие двери не бьешься везде. Никто не хочет понимать. Даже вчера, говорю, в городском хозяйстве в этом департаменте была. И сказали мне, что вас таких, как вы, очень много. И люди в теплотрассах живут. Но я не собираюсь в теплотрассу вообще. У меня было жилье, собственность была. И то, что она там бабушкина доля не установлена, она будет установлена. Она же все равно наша. Я 25 лет прожила там. Со своей проблемой Елена Ивановна обращалась к краевым парламентариям и даже писала письмо губернатору. В ответ одни отписки. В мэрии ключи от новой квартиры не выдают, пока родство не докажут нотариально. Я хочу жить просто, как все нормальные люди живут. Хочу жить в квартире, хочу приходить домой, помыться, покушать нормально, спать нормально. Виктория Столярова, Алексей Егоров, Афон ТВ Новости. Оформлять право на собственность надо было до того, как дом начали расселять. Это заявили в департаменте градостроительства. В мэрии же подтвердили ключи от новой квартиры. Действительно сейчас выдать не могут. А пока идут суды, женщине предлагают жилье в маневренном фонде. Одна из собственниц умерла в 2011 году. Оформление наследства, ее долю и долю, которую она имела от сына умершего, началось только в 2015 году, когда мы приступили к расселению. Поэтому сейчас очередное заседание судебное будет в ноябре месяце. Семья, если проживание в этом доме становится невыносимым, и им хотелось бы хотя бы временно сменить условия проживания, они могут обратиться, и мы предоставим им помещение в маневренном жилом фонде. Весьма оригинальный способ ликвидации провала грунта нашли коммунальщики Октябрьского района. Вместо того, чтобы яму засыпать, они построили над ней крышу. Теперь эта конструкция больше напоминает провалившуюся под землю избу. Сооружение находится во дворе 217-го дома по улице Лесной. Напомню, провал здесь образовался еще в июле. Три месяца коммунальщики совместно с районными властями думали, как исправить положение. И вот на днях выход, видимо, нашли. И установили такую конструкцию. Жители от оригинальной идеи не в восторге, но говорят, что это лучше, чем каждый раз бояться провалиться в сточную канаву. Как рассказали в жилфонде, конструкцию пришлось установить в целях безопасности по договоренности с администрацией Октябрьского района. Деньги на сооружение выделены из городского бюджета. А вот конкретную сумму, которая была потрачена на строение, нам так и не назвали. А также ни в одном из ведомств нам не пояснили, будут ли асфальтировать яму хотя бы в следующем году. Или деревянная крыша так и останется стоять посреди двора. Балконы вместо лоджии. Жители микрорайона Орбиты уверены, что компания «Красстрой» обманула его и других покупателей, завысив стоимость квартиры. Вместо лоджии построила обычные балконы. Из-за этого переплата за одну трехкомнатную квартиру превысила 200 тысяч рублей. Взыскать с застройщика какие-либо деньги сейчас проблема. Компания «Красстройцентр» заявила о ликвидации. В ситуации разбирался Виталий Поляков. Если бы это было бы лоджия, то я бы отдал ту сумму, которая положена. Но поскольку это балкон, то меня обсчитали на 200 тысяч рублей. Илья Иванов из тех, кто внимательно читает договор с застройщиком. И знает, что при формировании цены есть большая разница, балкон или лоджия в его квартире. Лоджия дороже. А отличить их несложно. Балкон это выступ, а лоджия часть квартиры. Илья провел экспертизу, которую подтвердило в его жилье балконы. А значит продавец завысил стоимость квартиры, причем во всем подъезде. Но это далеко не последняя претензия к расстрою. Вот это соседская квартира трехкомнатная напротив. Однако, если открыть квартиру, то это будут еще три квартиры самостоятельные, имеющие нумерацию по счетчикам 221 дробь 1, дробь 2 и дробь 3. По проекту это одна, по проектной документации. И принимали ее как одну квартиру, а не как долю. По проекту трехкомнатная надели три гостинки. Чтобы продать такую, хозяевам нужно согласие соседей. Городские власти рассчитывают потребности в детских садах, школах, больницах. Этого нового дома, исходя из проектной документации. По документам нагрузка на социальную инфраструктуру меньше, по факту значительно выше. Илья обратился в полицию и суд, чтобы наказать застройщика. Но выяснилось, что компания «Красстройцентр» объявила о ликвидации. В то время как «Красстройцентр» должно нести гарантийные обязательства по домам, по вновь построенным, по ранее построенным домам, все это также будет прощено людям. При этом «Красстрой» завидной регулярностью получает привлекательные участки под строительство, а набережная Енисея, белые росы, лес тут городка, гремячий лог, отличный вид из окон, орбита и тому подобное. При этом компания снимает сливки, миллиарды рублей за квартиры, а проблемы перекладывает на город, считает депутат Гурсовета Юрий Туров. Все остальные строители строят полноценные квартиры, где и одно, двух, трех и четырехкомнатные квартиры. То есть люди понимают, что однокомнатные квартиры – это будущее агента, с которым город столкнется с большими проблемами в обслуживании, в содержании. Это пока еще свежее новенькое, а дальше уже проблемы пойдут. В группе компаний «Красстрой» комментировать претензии жителей сегодня наши телекомпании отказались. Несмотря ни на что, фирма продолжает продавать квартиры. Малогабаритное жилье сейчас расходится на ура, ведь оно дешевле. Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтова новости. Добавлю комментарии «Строенадзора» и администрации края. Мы надеемся получить завтра. Водители красноярской маршрутки номер 23 уволили после жалобы пассажирки. Женщина сообщила, что на остановке в микрорайоне «Солнечный» ее зажало дверью, когда она пыталась выйти из салона. Пассажирка добавила, что с ней была шестилетняя дочь, а сама она на седьмом месяце беременности, и дверью ей зажало живот, а ребенку руку. После инцидента она сразу позвонила владельцу маршрута и высказала свои претензии. Сегодня стало известно, что водитель был в тот же день отстранен от работы, а затем уволен. На предприятии он проработал всего месяц. Добавлю свои отзывы о работе автобусов и персонала можно оставлять по телефону 256-8404 в рабочее время или по телефону 256-8400 в вечерние часы или выходные дни. Водитель на сегодняшний день уволен с предприятия. Проводится работа по инструктажам с другими водителями, чтобы подобных инцидентов не повторялось. И в предложении темы около 500 происшествий с пешеходами зафиксировали автоинспекторы в этом году. Сегодня они поделились видеокадрами, на которых красноярцы, рискуя жизнью, перебегают дорогу. Некоторым героям видеосъемки чудом удалось остаться в живых. Дмитрий Пименов с подробностями. Этому пешеходу повезло, только чудом не попал под колеса автомобиля. За прошлую неделю автоинспекторы собрали внушительную коллекцию подобных кадров. Они объявили конкурс «Пешеход глазами водителя» и попросили присылать видео с регистраторов, на котором зафиксировано рискованное поведение пешеходов. Победитель конкурса Евгений Кутищев постоянно за рулем. Работа связана с разъездами по городу. Говорит, часто сталкивается с такими ситуациями. Переход при участии в темное время суток и в неположенном месте. Без отражающих элементов. То есть из-за павильонов выскакивают, из-за припроконных автомобилей. Автоинспекторы объявили этот конкурс с одной целью – показать пешеходам, как выглядят их рискованные маневры со стороны. Порой они приводят к трагическому финалу. Статистика за этот год показывает, что даже переход по зебре может быть опасным и смотреть нужно в оба глаза. Между тем, многие пешеходы даже не смотрят по сторонам, а в темноте водители их могут не увидеть. Или не успеют среагировать, если человек выскочил на переход внезапно. Более 500 дорожно-транспортных происшествий у нас было совершено в городе Красноярске. Идут по пешеходному переходу, не обращая внимания на водителей. Играют в телефон, слушают музыку и так далее. Выходят на проезжую часть резко, скажем так, с тротуара, абсолютно не убедившись, что их пропускают и видят. Наказать нерадивого пешехода сложнее, чем водителя. Тем не менее, 30-40 человек ежедневно задерживают за неправильный переход дороги. Поэтому автоинспекторы планируют продолжить акцию пешеход глазами водителей, чтобы те фиксировали нарушения, и пешеходов просят также снимать нерадивых водителей. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. Песню про веру в жизнь написал один из старейших красноярских рок-музыкантов и в прошлом оператора Афонтова Владимир Буш. Он называет композицию своеобразным гимном людей с инвалидностью. За последние три года Владимир почти полностью лишился зрения. Сейчас музыкант готовится к выступлению на инклюзивном музыкальном фестивале в Екатеринбурге. Подробности у Клавдии Сильмахович. И Саша Краснофт нарисовал вот такого как бы неунывающего такого пирата, у которого и ножки нет, и ручки нет, и глазика нет, и ушка нет, а он все равно непобедимый такой. Футболка с пиратом – главная деталь сценического костюма Владимира Буша. Лидер легендарной группы «Хухи» и в недавнем прошлом телеоператор Афонтова собирается на инклюзивный музыкальный фестиваль в Екатеринбург. На Урале он уже был и пел тогда только что написанную песню «Вера» под аккомпанемент музыкантов с инвалидностью. Ну как бы я уже матерый детка такой, я говорю, давайте, у нас песня такая замечательная, прекрасный припев, давайте сделаем так, как бы конец песни, а потом я зал попрошу подпеть, и мы еще раз играем. Мы это все отрепетировали, ну как словом, так и делом, значит. Песню спели, я говорю, слова все выучили, и давайте, ну, последний припев еще раз вместе спели. Композицию «Вера», которую хором исполнил весь зал, Владимир Буш называет едва ли не гимном людей с инвалидностью. Когда из-за диабета он начал стремительно терять зрение, он вдруг понял, что привычный мир открывается с совершенно другой стороны. Нужно приспосабливаться и не терять боевой дух. Просто элементарно по улице мира ходить. Я никогда раньше не обращал внимания. Я один раз шел, мне просто ветка в рот попала. Ну, в смысле, помимо того, что ты должен следить, что под ногами у тебя, у нас ветки, никто их не обрабатывает. Это тоже очень плохо. Я уже как бы, у меня постоянно на голове козырек. Но музыка спасает, и рокер написал три новые песни. А у Веры появилось два варианта. Ну, тогда давай рокерский, бог с ним. В домашней студии друга Игоря Владимир Буш записывает рок-версию Веры. Он свою часть уже спел, теперь поверх нужно наложить женский вокал. Даже если снег, или может дождь... Готовую песню Владимир возьмет с собой в Екатеринбург, чтобы ее можно было транслировать по радио. Клавдий Сельмахович, Дмитрий Кудько, Афонтова, Новости. Глава Красноярской епархии поддержал активистов, которые выступают против так называемого закона о шлепках. Напомню, с июля, когда вступил в силу ювенальный закон, красноярские родители отстаивают свое право воспитывать детей, в том числе и ремнем. Мы все получали какие-то шлепки по делам. Моя любимая бабушка, царствие небесное и прабабушка, меня учили просто лозиной иногда по делам. Я вспоминаю, что и хорошо это было. Ни один родитель истинный, с любым характером, не может быть врагом своему дитю. Если он нормальный. Добавлю, что сегодня собрано уже больше 200 тысяч подписей за отмену закона, согласно которому родители за подзатыльник могут получить реальный срок. Обращение уже изучают в администрации президента. В какие города можно будет улететь из Красноярска этой зимой, расскажем через пару минут. Телевизоры, холодильники, стиральные машины. Плиты, встройка. В складе-магазине бытовая техника от Видео 2000 по низким ценам. Пожалуй, лучший выбор в России. Дешевле склада цен нет. Наш адрес Симафорная 261 Г. Телефон 274-88-48. Со 2 по 6 ноября фонд Михаила Прохорова приглашает на 10-ю юбилейную красноярскую ярмарку книжной культуры. Современность и традиции вступят в диалог на главном событии осени. Подробная информация на сайте фонда Михаила Прохорова. Возрастная категория 0+. Вы смотрите новости о фондах, и мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. Из Емельянова теперь можно улететь в Благовещенск. Рейсы открывает иркутская компания ИРАВИ. В их парке суперджеты и бомбардье CRJ-200. Цена билета стартует от 9 тысяч рублей. Если проводить аналогию, например, с автобусами, тогда этот самолет можно сравнить, наверное, с базиком. Действительно такой маленький, 50 мест для пассажиров. Ну и высоким людям некомфортно будет в нем лететь, наверное. Хотя сидение удобное. Всего в аэропорту Емельянова в новом осенне-зимнем сезоне будет работать 25 перевозчиков по 53 направлениям. В расписании также появятся рейсы в Барнаул. На Алтай самолеты будут летать 3 раза в неделю. А с 12 ноября первый рейс отправится и в Омск. Туда пассажиров будут возить на Як-42 компании Красавия. И уже завтра в аэропорту приземлится первый лайнер российского лоукостера «Победа». Боинги этой компании будут работать по направлению Красноярск-Екатеринбург. Цена билетов от 1000 рублей. Я вообще считаю, что основное развитие сейчас, необходимое для аэропорта Емельянова, это развитие региональной маршрутной сети, тесные взаимоотношения с соседними регионами. И в свою очередь развитие именно региональной сети позволит в дальнейшем развивать магистральную сеть. Число пострадавших от действий недобросовестных турагентов должно сократиться в несколько раз. С нового года вступают в силу новые правила работы на этом рынке. Так, с 1 января агентство вместе с путевкой должно предоставить путешественнику заверенную оператором доверенность. В ней продавец обязуется предоставить услугу с указанием всех деталей отдыха. Таким образом, если агент не перечислит деньги оператору или прекратит свою деятельность, турист в любом случае отправится на отдых. Этот документ должен стать своеобразным гарантом надежности компании в глазах путешественника. Данная норма полностью страхует туристов от недобросовестных турагентов. В любом случае, даже если турист обратится к недобросовестному турагенту, туроператор обязан будет выполнить все услуги, указанные в договоре о реализации туристского продукта. И уже разбираться, где деньги, туроператор будет с агентством самостоятельно и не будет для этих целей привлекать ни полицию, ни туристов. В этом случае люди очень сильно застрахованы. И к новостям культурной жизни. Русские страсти в восьми картинах по спектаклю по роману Достоевского «Преступление и наказание» показали красноярцам в эти выходные. Долгожданная премьера в постановке московского режиссера Александра Огарева прошла в Театре Пушкина. Классический роман в прочтении режиссера сокращается до двух линий. Первая детективная, в которой задействованы Порфирий Петрович и Раскольников. Вторая мистическая, разворачивается между Раскольниковым и Соней. И это уже не поединок следователя-убийца, а история о возможности прощения для самого большого грешника. При этом знакомая со школьной скамьи понимание романа Александр Огарев ломает. Так Миколка приходит признаваться в убийстве старухи-проценщицы в сопровождении оркестра. А сон Раскольникова с избиением лошади превращается в отдельную сцену кошмаров главного героя. Прочтение, в общем-то, совпадает с произведением Фёдора Достоевского. Он и играет артист очень олигновенно и профессионально довольный. Эмоционально очень, поэтому актёры отдаются. Поэтому первое отделение прошло на эмоции хорошо. В принципе, эмоций много, красоты много и смотреть очень любопытно. И, конечно, Достоевский юмор, наверное, не самый для нас знакомый аспект этого творчества. И эти моменты, например, сцены появления Левзятникова и оркестра, когда это действительно очень смешно просто. Я там прочитал рецензию одной из московских газет о том, что Красноярский театр Пушкина в 52-м, по-моему, году впервые привёз в Москву инсценировку преступления и наказания. Поэтому сам факт сегодняшней премьеры для меня, как человек, который занимается историей культуры Красноярского края, имеет достаточно большое значение. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ты серьёзно думаешь, что сможешь противостоять Белому дому и победить? Они похоронят нас. Похоронят, если боги молчат. В воскресенье в 19.15 на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова